Это прямой эфир от команды «Смотровая комната», спонсируемый комитетом врачей за ответственную медицину, и с вами я, чемпион мира по похудению Чак Кэрролл. Сегодня у нас очень жаркая тема. Многие наши слушатели писали с просьбой «Пожалуйста, ради всего святого, сделайте видео про глютен». И вот мы делаем видео про глютен. И я подумал, что лучшей кандидатурой, чтобы обсудить со мной эту тему, будет дипломированный диетолог Лик Росби из медицинского центра Нила Барнарда. С возвращением в эфир. Очень рада быть здесь. Итак, многие люди знакомы с глютеном из-за целиакии, глютеновой болезни. В этом есть связь. Кажется, даже на хлопьях есть отметка без глютена, что они не содержат глютен. Так в чем же связь, и что вообще такое целиакия? Да, кстати, эта отметочка полезна для людей с целиакией. В общем счете, это аутоиммунное заболевание, при котором потребление глютена наносит аутоиммунный урон в тонком кишечнике. Это наблюдается у 1% от всего населения мира, как отмечают врачи. Раньше считалось, что оно куда более редкое, но наука развивается. Мы получаем все больше данных. И где-то 2,5 миллиона американцев не диагностированы с этим заболеванием, что является риском осложнений для организма в дальнейшем. Так что это серьезно, лучше с этим не шутить. У целиакии также есть наследственный компонент, так что если родственник первого поколения был диагностирован с этой болезнью, например, брат или сестра или родитель, то у вас или вашего ребенка может развиться эта болезнь с вероятностью 1 к 10. И единственное лечение – это строгая безглютеновая диета. Вау, это очень явная наследственная связь. Здесь 1 к 10. Это действительно так, и поэтому люди, у которых есть близкие родственники с этим заболеванием, рекомендовано обследование, периодически проверяться, не развилась ли целиакия у них. А что, если кто-то, у кого выявлено целиакия, употребляет глютен? Это, конечно же, не очень здорово. Но в то же время это любопытно, есть любопытные сведения по этому поводу. Люблю такое. В общем, их организм провоцирует иммунный ответ, направленный на тонкий кишечник. В частности, на ворсинке – это такие маленькие пальчики, которые увеличивают поверхность тонкого кишечника, что позволяет усваивать больше питательных веществ. Что же происходит? Возвращаемся снова к целиакии. Это то, что… Помните, я говорила, что глютен состоит из глютенина и глиодина? Да, мэм. Итак, глиодин – это класс белков, он провоцирует реакцию в тонком кишечнике. Реакцию с ферментом, который называется тканевая трансглютаминаза. А-а-а. Да, можете потом загуглить. Тканевый трансглютаминаз? Глютаминаза. Глютаминаза. Вот так. Да. Итак, эти ферменты… Итак, эти ферменты способны видоизменять молекулы глиодина, которые в результате, не знаю, как лучше выразиться, становятся подозрительными для иммунитета. Так что иммунная система может впоследствии атаковать молекулы глиодина направленно. Молекулы глиодина могут также образовывать связи с теми ферментами, теми трансглютаминазами. Я предупреждала, здесь будет много сложной науки, но понеслась, будем ботаниками. И это может вызвать реакцию организма. Вот здесь и начинается реакция уже на ферменты по отношению к самой трансглютаминазе. Теперь тело реагирует не только на глютен как внешний раздражитель, но и на свою собственную тканевую трансглютаминазу, которая вырабатывается в тонком кишечнике как инородного раздражителя. Это не очень хорошо вообще-то. Да, прямо война творится. Это так буквально... В результате этого вторичный побочный урон ворсинки тонкого кишечника начинают получать урон, те длинные пальчики. Начинают сглаживаться, уравниваться с поверхностью и еще много других изменений. В результате может проявиться различного рода симптомы. Симптомы как недостаток питательных веществ, потому что вы не усваиваете их достаточно. Но вообще первичные симптомы это... Можем мы об этом говорить, об этих симптомах? Ради бога, я просто думал, что они как бы изменяются в зависимости от возраста, от детства до старшего возраста. Они изменяются, и это то, в чем, как мне кажется, медицинское сообщество до конца не разобралось, когда речь заходит о целиакии. Потому что для детей это, как правило, стандартные симптомы. Но сейчас мы говорим о взрослых пациентах. Я просто хочу немного отвлечься на детей, потому что у них чаще всего проявляются те симптомы, которые мы называем классическими для целиакии. Такие симптомы, как диарея, вздутие живота, брюшная боль. Это те симптомы, которые большинство докторов приняли бы за целиакию, похожие на синдром раздраженного кишечника. Это так, да. А также потеря веса. Так что вот, что наблюдается у детей. У взрослых, лишь у третьей больных целиакии, наблюдается диарея. Серьезно? Да, и считается, что если у вас недостаточная всасываемость веществ, то это должно повлечь за собой диарею. Но лишь у третьей всех взрослых она проявляется. Опять же, большинство докторов, и, наверное, большинство людей, считают, что целиакия – это проблемы с пищеварением, диареей и так далее. Верно. Но у взрослых может быть также анемия, усталость, боль в костях и суставах, остеопороз, мигрени. Все вот это. Всего есть 200 различных симптомов, которые могут указывать на целиакию. Так что теперь понятно, почему часто целиакию не диагностируют. И теперь еще. У некоторых, чтобы еще все усложнить, не наблюдается вообще никаких симптомов. Как заявляет Ассоциация по лечению целиакии, у около 40% людей наблюдается бессимптомная целиакия, так что они о ней даже не знают. Так вот почему у такого большого количества людей ее не диагностируют. Верно. Ясно. То есть вы хотите сказать, что те 2,5 миллиона американцев беззащитны? Да. Вау, это многовато. Опять же, это то, что люди должны знать, должны быть в курсе. Особенно если у них есть близкие родственники, которые страдают целиакией, то нужно проходить обследование, потому что для них риск выше. То есть обычный анализ крови? Обычно, да. Это банальный анализ крови. Если он показывает что-то неясное, двусмысленное, тогда нужно делать небольшую биопсию кишечника. И это уже достаточно серьезное обследование. Ясно. Так вот, что касается целиакии. То некоторые люди скажут, окей, у меня нет целиакии, но глютен по-прежнему настоящий кошмар. Да. Так в чем же дело? Почему эти люди так боятся глютена? И почему мы все говорим о нем? Повторюсь, раньше считалось, что все дело в целиакии и все, или еще может быть аллергия на пшеницу. Верно. И это справедливо, опять же, мы не до конца уверены в распространенности. Исследования говорят от 0,2 до 1%, это мало. Согласен. Так что у 1% целиакия, и возьмем условно у 1% аллергия на пшеницу. И все же, почему такое огромное количество людей соблюдают эту безглютеновую диету? В чем их позиция? Что ж, кроме всего, существует еще кое-что. Существует собирательный термин «нецелиакийная чувствительность к глютену», также известная как «нецелиакийная чувствительность к пшенице». Она наблюдается у людей с симптомами целиакии, которые отвечают положительно на безглютеновую диету. Но при этом целиакия у них не подтвердилась. Они прошли все обследования, у них не нашли ни целиакии, ни аллергию на пшеницу. Понятно. Это люди, у которых исключили эти заболевания, но они говорят «я чувствую себя лучше, исключив глютен из рациона». И это достаточно распространенно, достаточно серьезный процент людей. Исследования говорят от половины процента до 13, так что это весьма широкий разброс. Да, очень широкий разброс. И все это так расплывчато. Это будто вы чувствуете себя лучше на этой диете, так назовем это. У вас исключена целиакия, так что назовем это нецелиакийной глютеновой чувствительностью. И вот здесь начинается самое интересное. Но понеслась. В систематическом обзоре 2007 года они смотрели на 10 плацебо-контролируемых двойных слепых исследований. В 9 из них были люди с чувствительностью к глютену. И они обнаружили, что только 16% из них, из тех, у кого был этот диагноз, испытывали симптомы, когда употребляли глютен. Ух ты. И это плацебо-контролируемое исследование, так что они не знали, употребляли они глютен или нет. Что любопытно, так это то, что у 40% наблюдался эффект нацебо. Слышали когда-нибудь о таком? Вы знаете, что такое эффект плацебо? Да, конечно. Окей. То есть мы принимаем таблетку, и только из-за этого процесса приема таблетки мы чувствуем себя лучше. Нацебо – это противоположность плацебо. То есть вы принимаете таблетку, и проявляются у вас побочные эффекты, даже если это всего лишь пустышка. То есть это соматика. В каком-то смысле. У вас проявляются настоящие, реальные симптомы. Но не факт, что они обязательно вызваны самим глютеном, и это суть плацебо-контролируемых исследований. Так что можно сказать, что испытуемые испытывали те же или усилившиеся симптомы в ответ на плацебо, так же, как и на глютен. То есть было плацебо без глютена, таблетки или маффин без глютена против маффинов, содержащих глютен, и у них проявлялись одинаковые или усилившиеся симптомы в ответ на обе таблетки. Странно. Просто мозг не знает, употребляет ли человек глютен или нет, возможно, он допускает, что это был глютен. Кто знает. Напоминает о старой фразе «я мыслю, следовательно, существую». Не уверена, что это именно так. В этом же сила мозга. Я думаю, что принимаю глютен, я думаю, что должен быть логичный противоположный ответ. Да, следовательно, он будет. Да, то есть это странно, да? Можно даже сделать целый отдельный эпизод про силу разума. Факт того, что это нужно учитывать при каждом клиническом исследовании, это дико. Безумие. Так, вернемся к исследованиям. Как бы то ни было, почти половина испытуемых, у которых была чувствительность к глютену, показывала нацебоэффект. Хм. Только 16% из них проявляли симптомы, когда употребляли таблетки с глютеном. Что говорит о том, что один из пяти испытуемых показывают симптомы, при этом у них не было целиакии. Так что целиакийная чувствительность существует, но она не так распространена. Так что мы считаем, это может быть от половины до 13% огромный разброс, но только 16% из них действительно испытывали реакцию на глютен. Что происходит? Пара вещей может влиять на это. Мы уже говорили о нацебо. Также есть другие протеины в пшеницах, которым вы можете быть чувствительны. Также в нас ФОДМАП, мы уже говорили о них на шоу. Отлично. То есть это есть сбраживаемые углеводы, которые могут вызывать синдром раздраженного кишечника. Его симптомы, например, газа и вздутие, они чувствительны к глютену, в нас действительно есть короткоцепочные углеводы, так называемые фракции, небольшие тела ФОДМАП. Так что некоторые, у кого наблюдаются симптомы, думают, что чувствительны к глютену, но на самом деле они чувствительны к фракциям, которые поступают вместе с пшеницей. Получается, 1% населения страдает от целиакии. Верно. Еще у 1% наблюдается аллергия на пшеницу, и возможно, ну, удвоим, скажем, 2% нецелиакийная чувствительность к глютену. Правильно. Это все еще 4%. Верно. Так почему же безглютеновая диета так популярна? Без понятия. Ладно, что ж, по крайней мере, честно, спасибо. Я шучу. У меня на самом деле есть пара идей по этому поводу. Просто она так популярна, это просто взрыв мозга, это слишком для моего понимания. Самое смешное, что в 2016 году 15,5 миллиардов долларов были потрачены на продукты без глютена. Это в два раза больше, чем в 2011, так что, простите, 15,5 миллиардов? Да, именно миллиардов. Это просто огромная сумма, и, как вы знаете, много что приписывают к продуктам без глютена. Например, чрезвычайно полезные, укрепляющие здоровье, помогающие похудеть, дающие энергию, дающие силу и так далее. Да, даже улучшающие настроения, у нас просто нет достоверных данных, чтобы подтвердить их. Есть только касательно тех 4%. Я просто хочу быть краткой, потому что я знаю, что будут люди, слушающие все это, которые скажут, мне лучше быть на диете без глютена, и это никакое не нацебо, то есть я чувствую себя намного лучше. Забавно, что из-за плацебо вы чувствуете себя лучше, это правда. Конечно, но даже убрав все это в сторону, повторюсь, если у вас синдром раздраженного кишечника, то вы убираете фодмап из рациона, вы действительно можете почувствовать улучшение. Если у вас нет целиакийной чувствительности к глютену, или аллергии на пшеницу, или целиакия, и это удивляет меня больше всего, когда большинство должны избавиться от пшеницы в рационе, как вы думаете, что они выбрасывают в первую очередь? Хлеб? Они выбирают хлеб, пончики, торты, печенье, они не избавляются от пшеницы полностью. Они не избавляются от ядер пшеницы. Они не избавляются от того, что нужно. Они избавляются от просто вредной еды. Точно. И так всегда, и потом возможен недостаток разных питательных веществ. Если эта диета неправильна, невнимательно построена, не говоря уже о том, что вам нужна пшеница в рационе, чтобы готовить, но все же есть вещи, которых следует опасаться людям, которым нужно исключить глютен из своей жизни. Господи. Да, в смысле есть несколько весомых причин продолжать есть пшеницу, если у вас нет никаких проблем из-за нее. То есть, несмотря на определенный риск, если вы исключите некоторые продукты из вашего рациона, то из него могут пропасть некоторые ключевые питательные элементы. Это правда. И значит ли это, что нельзя сидеть на хорошо продуманной безглютеновой диете? Конечно, можете. Но большинство не думает о том, что будет, если полностью убрать глютен из рациона. И сейчас мы расскажем, что нужно исключить. Железо и витамины присутствуют во всех пшеничных продуктах. Их также добавляют в муку, что не очень хорошо, каким бы способом их ни добавляли. Верно. Всегда, когда вы видите обогащенную муку, то это просто название для переработанной рафинированной муки. Все оттуда просто выветривается. Понял. Но в любом случае вы получаете витамины группы В. Это тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, ниацин. Их добавляют в муку, и вообще-то дополнительную фолиевую кислоту добавляют в белый хлеб с целью уменьшить повреждения нервных трубок. Потому что некоторые женщины не догадываются, что беременны пока не достигнут месяца или двух. И когда нервные трубки уже повреждены, нам необходимо достаточное количество пулевой кислоты. Но куда сложнее обстоит дело с клетчаткой. Ага. Большинство американцев не получают достаточно клетчатки, а то, что они получают, идет не из пшеничных продуктов. Теперь я хочу поговорить о трех важных моментах в клетчатке. Прошу вас. Запор, холестерин и сердечно-сосудистые заболевания. Ох ты! Мы уже говорили о запоре подробно. Холестерин, растворимая клетчатка, может понижать холестерин, так что проблема с исключением пшеницы. И мы знаем, что цельнозерновые продукты, и это включает пшеницу, полезны для сердечно-сосудистой системы, так что, убирая пшеницу из рациона, не заменяя ее чем-то цельнозерновым, вы можете иметь проблемы. И потом, конечно, если вы не будете потреблять железо, это влечет железодефицитную анемию, симптомы которой усталость, слабость, так что это не очень весело. Также у вас может развиться анемия, если вам не хватает фолиевой кислоты, витамина В12, хотя В12 обычно не входит в хлеб. Также мы уже говорили о дефиците нервных трубок, это еще одна проблема. Опять же, я не говорю, что вы не можете сидеть на здоровой безглютеновой диете, просто нужно быть внимательнее с ней. Можете сказать, какие это семена, которыми можно заменить пшеницу, которая не содержит глютен? О, их так много, думаю, многие просто отказываются от глютена, начинают повышать потребление мясных продуктов. Они считают, что все зерновые плохи. Нет, у нас есть бурый рис, овес, они не содержат глютен. Убедитесь, что они без глютена. В частности, если у вас целиакия, допустимое содержание, кажется, две десятимиллионных глютена. Это действительно важно, это лучше, чем просто сказать, ну, какие-то из них полезны, какие-то нет. Не стоит доверять этикетке. Так что, да, это бурый рис, дикий рис, киноа, амарант, проса, сорга. Именно их семена, не сирон. Гречка одна из моих любимых, ей уделяется недостаточно внимания. Она просто прекрасна. Вы пробовали блинчики из гречки? Да, они волшебны. Так что вот эти зерновые? Есть еще, которые я упустила, они все абсолютно натуральны, они не были специально изменены, чтобы стать безглютеновыми. Они изначально были такими. Итак, вы... Можете найти Ли в Твиттере и, конечно, Инстаграм, а также на ее веб-сайте. Спасибо вам за то, что поделились информацией по глютену. Спасибо, что пригласили. Если вам понравилось это интервью, вы хотите еще больше, подписывайтесь на этот канал, оставляйте комменты внизу, полную версию вы найдете, если подпишитесь на нас, на смотровую комнату от Комитета врачей. Новые эпизоды с полезной информацией и вдохновением каждую среду.